Напряженность вокруг распространения вируса COVID-19 усугубилась в пятницу после того, как власти Китая убрали больше сотни предполагаемых жертв из официальной статистики, утверждая, что их посчитали дважды. Тем не менее, количество летальных исходов увеличилось до 1383 случаев, а число инфицированных превысило 64 тысячи. Гонконг подтвердил уже 56 случаев заболевания, тогда как премьер-министр Сингапура Ли Сян Лун заявил, что он не исключает возможности начала рецессии в островном государстве на фоне распространения эпидемии COVID-19. Президент Китая Си Цзиньпин планирует ввести дополнительные меры стимулирования во второй крупнейшей экономике мира, поскольку воздействие вируса COVID-19 продолжает негативно сказываться на компаниях и банках. Глава государства также заявил, что все еще важно достигнуть экономических и социальных целей на этот год. Тем временем, Народный банк Китая снизил процентные ставки по среднесрочному финансированию предприятий на 10 базовых пунктов до 3,15%, хотя этот шаг касался только 200 миллиардов юаней. В понедельник Apple заявили о том, что прибыль компании может оказаться ниже целевого уровня в квартале, завершающемся в марте месяце, поскольку технологический гигант столкнулся со снижением продаж в Китае и производственными трудностями касательно цепи поставок по причине влияния эпидемии COVID-19. Тем не менее, производитель iPhone не изменил прогноз по продажам, который остался в диапазоне 63-67 миллиардов долларов, вызывая озабоченность, негативно отразившуюся на мировых рынках акций во вторник. Цены на золото приблизились к 7-летнему максимуму в среду, поскольку беспокойство касательно воздействия вспышки коронавируса укрепили аппетит инвесторов к безопасным активам. В свою очередь, вероятность сокращения поставок способствовала росту палладия. Спот цена на золото поднялась до отметки в 1610,80 долларов, максимального уровня с 8 января, когда металл торговался на семилетнем пике. Фьючерсы на американское золото выросли до 1614 долларов, тогда как палладий достиг максимального значения в 2841,54 долларов за унцию. Цены на нефть выросли в четверг, поскольку участники рынка обратили внимание на сбои в поставках, наряду со смягчением беспокойств относительно спроса на фоне снижения количества случаев заболеваний коронавирусом. Фьючерсы на нефть Brent поднялись до 59,38 долларов за баррель, после роста до 59,71 долларов ранее на сессии. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate выросли до 53,83 долларов за баррель.